всем привет с вами как всегда фил и вы смотрите devblog 64 от 11 июня 2015 года итак поехали начинается он конечно же с устройств для добычи воды как некоторые из вас уже знают из публикации в моей группе вконтакте бывают два вида этих приспособлений большое и маленькое работают они по следующему принципу после установки этого прибора на землю в нем начинает постепенно скапливаться вода эту воду вы можете собрать в бутылку или попить прямо из-под крана кстати разработчики обращают свое внимание на то что они не идиоты и знают что дождя в игре нету и в данном обновлении не появится и поэтому это устройство будет работать одинаково во всех биомах что что сказать думаю скоро в игре появится погодные условия второе это пользовательский интерфейс разделение предметов стало более интуитивное третье шахтерская шляпа и шляпа свеча теперь эти шляпы используют топлива для своей работы как видно на картинке она в шляпе стакается чтобы его пополнить надо просто перетащить топлива на шляпу четвертое прочие улучшили время загрузки улучшены выстрелы стрелы и копия теперь легче подобрать также они не блокируют выстрелы и атаки ближнего боя команда fps limit теперь сохраняется правильно клиент теперь нормально обрабатывать сообщение о том что сервер полон пятое приспособление для добычи ресурсов из карьеров полностью сделано его осталось только проверить возможно оно появится уже завтра при условии если надо ветки не обнаружат ошибок также сделали некоторые балансировки по типам боеприпасов теперь альтернативные виды боеприпасов всегда лучше чем стандартный кроме дробовика у него все осталось как раньше шестое производительность ее еще немного увеличили благодаря тому что теперь соседние здания находящиеся на далеком от вас расстоянии объединяются в одной сетке возможно скоро эту систему применят и к остальным объектам автор пишет что по результатам тестирования его fps увеличился с 85 до 115 седьмое новая вода по приведенным скриншотам видно что вода в игре значительно улучшилась она выглядит более реалистично и живо хотя пока что в ней нет ни одного динамического отражения но вскоре они должны появиться также улучшилась влажность береговой линии хотя она использует стандартные шейдеры теперь в игре есть несколько экземпляров воды поэтому она может различаться в зависимости от биома 8 закончилась разработка анимации горящего игрока а также началась работа над анимацией персонажа во время холода 9 добавили новый пистолет как он выглядит вы можете видеть на приведенных скриншотах 10 идет работа над новыми разновидностями брони как вы видите уже есть интересный концепт 11 получили еще несколько моделей двигателя теперь разработчики думают над созданием парового двигателя так как топлива для него можно будет просто нарубить в лесу что касается базовой защиты идет изучение автоматизированных башен так игроки получат возможность лучше защищать свои базы пример этих опасных пулеметов вы можете видеть на приведенных картинках 12 закончилась работа над анимацией нефтяной вышки и сразу началась работа над мельницей 13 появилась партия идей по кулачному оружию ближнего боя как вы можете видеть здесь различные типы кастетов 14 много новых значков появилась на этой неделе речь идет о значках в вашем инвентаре а не о каких-то ачивках 15 разработка деревянной брони по-моему смотрится очень даже прикольно и помимо внешнего вида это будет реальная броня а не какая-то там одежда скорее всего она будет поглощать парочку ударов перед тем как разломаться также разработчики хотят сразу добавить функцию которая позволит красить или рисовать на своей броне и звучит довольно заманчиво если честно 16 звуковые изменения на этой неделе добавили кучу новых звуков и увеличили частоты их воспроизведения для лучшей атмосферности также изменили звук полета пуль пролетающих рядом с вами помимо этого сделали кучу настроек различных звуков такие как например пролет самолета или открытия двери на следующей неделе начнется разработка сельского хозяйства и вы просто не представляете как я этому рад очень интересно что получится сделать у разработчиков на этом у меня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие обновления также ставьте лайки если перевод вам понравился и уважайте разработчиков за то что пилит нам оптимизацию всем удачи и ровных картинок в вашей любимой игре пока